Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужем вместе 4 года, есть общий ребенок, годик дочки. У меня дочь от первого брака, живем у меня, точнее в квартире, которую нам взял с дочкой в ипотеку мой бывший муж. Последний год был просто кошмар, постоянные ссоры и скандалы. Муж во время этих ссор постоянно меня посылает, оскорбляет, ну и я в ответ не молчу. Постоянно разъезжаемся, он уходит к маме. Летом оставил нас с дочкой, ей было тогда 2 месяца, не жили тогда месяца примерно. Были недопонимания и споры с его родственниками, всегда на их стороне меня засаживало. Никогда не заступал, что он не отказался от доли своего наследства, что меня просто убило, так как это была возможность обзависеть жильем своим. У меня тут очень-очень тесно для такого количества человек. Муж не хочет ни ипотеку брать, ни вообще что-то со мной общее иметь в плане недвижимости. Меня это очень злит. Ссоро говорит, что если бы у него и было что-то, он бы не привел меня туда. А почему тогда я должна принимать его на своей территории? Сейчас опять на грани развода. Понимаю, что это не тот человек, с которым я должна жить. Не понимаю, зачем я все это терплю и принимаю. Человек, по сути, ничего не делает для нашей семьи. А вопрос в квартире для меня очень важен. Он говорит, что для начала надо жить без ссор и скандалов. А как, если все скандалы из-за жилищного вопроса? Простите, что так все сумбурно написал. Ну, проблема мне видится не в том, что вы сумбурно написали, а в том, что вы как бы не сформулировали вопрос свой. Мне показалось, что вы как-то хотите какой-то поддержки, может быть, подтверждения нами вашей правоты. Вот, и в целом, как это выглядит, это все больше похоже на жалобу. То есть, ну, вот вы пожаловали на своего мужа, и все. На мой взгляд, это позиция сейчас, в которой вы придерживаетесь, она достаточно деструктивна по своей сути, потому что из нее, из этой позиции ничего, на мой взгляд, хорошего для вас не будет. Вот. Дальше. Если мы идем по порядку, по порядку фиксации каких-то фактов, если мы идем по порядку фиксации каких-то проблем, на которых я мог бы заострить ваше внимание, то я бы начал со ссор и скандалов. Здесь, в первую очередь, хочется обратить ваше внимание на следующее, а именно на то, что скандалы, скандалы и ссоры не возникают на ровном месте. В первую очередь, нужно обратить внимание на то, какой вы вносите вклад в ссоры и скандалы. То есть, как именно вы участвуете в этом? Я имею в виду в ссоре и скандалы. Это первое. Второе. Есть такая психологическая игра, которая называется «Скандал», и вам ее нужно обязательно изучить. В интернете она есть, почитайте про нее. В скандалах участвуют люди, которые имеют слабые личные границы, которые сдерживают свои эмоции, не говорят о них, которые боятся близости, близости эмоциональной и близости физической. Очень часто ссоры выступают заменой интимной близости, заменой интимной активности, ну, типа, пассорились, это вроде как замена секса. Дело в том, что, как вы понимаете, личностная проблема здесь заключается в том, что человек себе не доверяет. Вот. Таким образом, я бы сказал, что вы себе не доверяете, у вас есть проблемы с доверием. И в этом ключе, в этом ключе, в ключе доверия себе, можно сказать следующее, то, что вы терпите, что это, ну, вот, то, что вы описываете, в контексте своей злости. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что злитесь вы не просто так. А злость в данном случае выступает индикатором вашей тревожности, тревожности, ощущение себя в небезопасности, ощущение себя в определенной, скажем так, уязвимости. И это очень сильно заметно. То, что вы как будто бы тревожитесь, то, что вы как будто бы переживаете за свое будущее, то, что вы как будто бы вот, ну, в тревоге. Вот. Соответственно, здесь нужно работать над доверием себе. В первую очередь. Будучи в большей степени ориентированы на доверие себе, вы будете более независимы от своего мужа, того, что он делает. И, соответственно, будете спокойнее реагировать реагировать на какие-то его конфли... Ну, на какие-то его действия, которые вам сейчас, на данный момент, кажутся очень неприятными и раздражающими. Я думаю, что в какой-то степени муж отражает вам то, что чувствуете вы сам. То есть, его модель поведения, в которой он с вами ссорится, его модель поведения, в которой он как-то вот, ну, проявляет себя вот таким образом, да, как вы описываете, это тоже отражение его тревоги, это отражение его какой-то вот такой сдавленности, напряженности и невозможности с вами поговорить, невозможности выразить вам то, что он сам чувствует. Вообще, мне показалось, что вот в какой-то степени у вас с вашим супругом идет некая такая модель поведения соперничества, как будто вы с ним соперничаете, как будто вы с ним боретесь, боретесь. Это можно вот описать, как борьба за власть. Такая вот, да? Вот, в психологии подобная супружеская игра, она также довольно подробно описана. Ну, борьба за власть происходит тоже из-за неверности в себе и контроля. Понятное дело. Дальше, я думаю, что довольно важно обратить ваше внимание на то, что это у вас получается второй муж, с которым не складываются отношения. То есть, с первым супругом вы расстались, разошлись. И со вторым супругом также у вас сейчас проблемы. В этом ключе можно говорить о наличии сценарного поведения. То есть, о наличии некой программы в вашей психике, которая оказывает влияние на то, как выстраиваете отношения с мужчиной. Необходимо понимать, что это больше, чем то, что происходит конкретно с вашим мужем сейчас. Это больше. Это глобально, это касается только вас. Эту проблему нужно решать через психотерапию. Казалось бы, ну, по крайней мере, на мой взгляд, довольно очевидный вопрос, который хочется вам задать. Вот вы, ну, то, что вот вы говорите, что понимаю, что это не тот человек, с которым я должен жить, понимаю, что это как бы не мое, но вот не знаю, зачем я все это терплю и принимаю. Ну, во-первых, здесь вы себя обманываете, вы не принимаете, потому что вы ссорите, потому что вы каждый раз ждете, что муж изменится и не будет делать того, что он делает. Это первое. Второе. Вы надеетесь, вы надеетесь на то, что вот как-то все изменится, то есть вы надеетесь на то, что он внезапно будет вести себя как-то иначе, внезапно будет вести себя как-то по-другому, что ли. Вот. И это, собственно, и мотивирует вас на то, чтобы снова-снова наступать на одни и те же грабли. Другой вопрос. Из чего просекает этот надеет? Надеетно. Ну, все очень просто, как мне кажется, из ощущения вашей нестабильности. То есть из-за вашей отрывается по поводу неопределенности и попытки себя защитить. То есть то, что сейчас происходит, это ваше желание себя защитить. Вот. Ну, правда, это довольно деструктивный, деструктивный модель, конечно же. Вот. Потому что защитить себя у вас не получается. Понятное дело. Ибо вы ответственность за это перекладываете как бы на человека. Ну, в смысле, на мужчину. И вот отсюда ваша злость, такая реакция, и отсюда ваша склонность к скандалу. Поэтому можно работать как и с внешней стороны, можно работать так и со стороны более глубины. зависит от вашего, от ваших предпочтений. Но смущает тот, тот факт, смущает, что вы не формулируете свой вопрос. То есть, какую задачу вы ставите перед психологом, чего вы хотите. готовы ли вы, например, на психотерапию, которая вам нужна, не совсем это здесь понятно. Ваш муж, при всех его указанных вами недостатках, говорит, в общем, правильные вещи, что для того, чтобы, ну, прежде чем иметь общее что-то, нужно жить без ссор. Вы говорите, а как, если все истории из-за жилищного вопроса? Ну, это уже, как бы, переводит нас в плоткость того, что у вас общего с супругом, в целом. То есть, что у нас общего и для чего, в принципе, вы с ним. Вот. Сейчас складывается такое ощущение, что у вас были к нему надежды, у вас были к нему ожиданно. Он их не оправдал, вы ведете себя вот так, как ведете. Вот. То есть, понимаете, да? Скажет штуку. Но я боюсь, что как личность своего мужа вы не воспринимаете. И в этом самое неприятное, на мой взгляд, заключается в том, что вы и себя как личности, как личность не воспринимаете. Вы воспринимаете себя как жену, вы воспринимаете себя как родителя, но вы не воспринимаете себя как личность. Если это так, то, конечно же, выстраивать отношения с мужчиной на личностном уровне у вас не будет получаться. А это, в свою очередь, сводит отношения к довольно узкой сфере интересов. Таким, например, как жилищный вопрос. Нет, он, конечно, важен, но нужно понимать, что он является производным от личностного взаимодействия, а его нет. И отсюда вся энергия направляется на это. А на это вся энергия направляться, пожалуй, не может. Ну, потому что если... Потому что у людей, ну, грубо говоря, должно быть что-то общее помимо того, чтобы вы в этом смысле перечислили. То есть, а именно личный вопрос. Поэтому вам у себя нужно спросить следующее. Почему меня так волнует жилищный вопрос? Это первое. Если у меня что-то с мужем, это второе. Что у нас общего? Как я его выбрал? И проследить вообще историю ваших отношений? Дальше. Хочу ли я его понять? И хочу ли я понять, что за человек приемлемый, а не просто видеть в нижнюю сторону в виде скандалов, оскорблений и так далее? Вот. Разделяет ли супруг с вами мнение о том, что у вас есть трудности в отношениях и в отношениях и готов ли он работать, готов ли он заниматься психотерапией, так же, как и вы. Вот. Идеальным вариантом было бы ваше совместное обращение к психологу, если вы хотите разобраться в своих отношениях и их сохранить. Вот. Сейчас вы, к сожалению, напоминаете человека больше созависимого. Созависимый человек занимает в отношениях с другим родительскую позицию. Родительская позиция в свою очередь предполагает детское поведение со стороны партнера. Вот. Вот ваш мужчина и ведет себя как ребенок, потому что вы ведете себя как контролирующий родитель. Обратите внимание, вы даже говорите «У меня жилплощадь не рассчитана на такое количество человек». Казалось бы мелочь и казалось бы вы правы, но сейчас речь идет не о правовом статусе жилплощади, в которой вы живете. Имеется ввиду, что я, конечно, не оспариваю то, кому принадлежит жилплощадь. Я говорю о том, что вы ведете рассчитываться как человек, который держит все в своих руках. Вообще говоря, это очень и очень сложно. И вам необходимо постепенно отходить от позиции контроля. В этом также поможет вам психолог. Изменьте свою модель поведения и модель поведения вашего мужа также будет меняться. Как будет меняться и ваше общение, потому что если вы будете более внимательны к своим чувствам, если вы будете более центрированы об них говорить и освоите модели неконфликтного общения, то ситуация также будет меняться. И сейчас в качестве того, что вы можете сделать на данный момент, я предложил бы вам следующее. В момент, когда возникнет ссора и когда вы почувствуете злость, когда вам захочется позориться, ответить может, попробуйте задать себе вопрос, чего в этот момент вы хотите, чего вам хочется, чего вам хочется от мужа глобально, без привязки к каким-то действиям, ну, например, без привязки к каким-то операциям с жилплощадью, чего вам хочется заниматься. Искажите ему об этом. Не стоит волноваться, вначале это всегда вызывает растерянность, ошеломление, иногда агрессию, потому что смена, так сказать, привычной модели поведения вызывает подозрение в том, что человек что-то задумал. Но практикуя такое на постоянной основе, вы привычите мужа и любого другого человека к более конструктивной и более искренней модели взаимодействия, что и послучит началом корректирования и гармонизации отношений. Не факт, что у вас это получится, и не факт, что вы сами сможете это сделать, это то, что вы можете попробовать. Но безусловно, для проработки всех проблем вам нужна помощь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, не затягивайте, потому что от конфликта страдает и ваш ребенок. от нет о Продолжение следует...